Издательство Эксмо. Ирина Градова. Ложь под звездным соусом. Пролог. Она старалась не смотреть в зеркало. Как назло в этом лифте оно гигантское, и куда бы она ни взглянула, не могла скрыться от собственного отражения. Если бы удалось преодолеть отвращение и стыд, она увидела бы огромные, как у лемура, испуганные глаза с темными разводами от туши и теней, распухшие, искусанные до крови губы и растрепанные светлые волосы, нимбом окружавшие бледный, покрытый испаренный лоб. Она тщетно пыталась запахнуть блузку на груди, так как пуговицы оторвались, и только одна, жалко, болталась на нитке, словно цветок с поникшей головкой. Черт, эта блузка стоила две пятьсот. Господи, о чем она думает? Только бы лифт не остановился до технического этажа. Как назло, кому-то срочно потребовалось его вызвать, и кабина, вздрогнув, замерла. Она изо всех сил вдавила кнопку «Стоп», надеясь, что дверь не откроется. Если это произойдет, придется смотреть в глаза попутчику, а в его взгляде она прочтет немой вопрос, или, не дай бог, он начнет интересоваться, что произошло. Нет, этого ни за что нельзя допустить. К счастью, электроника данного типа лифтов достаточно чувствительна, и кабина на несколько секунд, зависнув в воздухе, снова трепыхнулась и продолжила спуск. На табло зажглась цифра пять, она закусила губу и зажмурилась, надеясь, что больше никто не пожелает войти. Регина начала снимать шубку еще в подземном гараже. Хотя на улице минус восемь, она чувствовала, что больше ни минуты не сможет таскать на плечах такую неимоверную тяжесть. На самом деле шубка почти ничего не весила, но все тело ломило, и Регина буквально ощущала, как в голове тяжело и неповоротливо шевеляться извилины, словно плохо смазанные колеса часового механизма. Процесс длился три с лишним месяца, а последнее заседание растянулось на восемь с половиной часов. Она думала, что скончается прямо в зале суда, так и не услышав вердикта. С другой стороны, приговор был очевиден. Ее команда отлично потрудилась, а прокурор на заключительном слушании походил на нашкодившего подростка, пристыженного взрослыми за плохо выполненное домашнее задание. Надо будет пригласить его выпить в какое-нибудь приятное место в знак примирения. А то чего доброго от лиц, Регине, мышкины слезы. Она едва подавила желание скинуть сапоги на высоких каблуках прямо сейчас. Остановила ее лишь то, что бетонный пол холоден, как лед, а на ногах тонкие колготки. Горячая ванна с ароматной пеной, чашка горячего чая с травами, который мастерски заваривает саввешно, и байоньки. Регина Савельевна, тоненький, почти детский голосок, прозвучавший совершенно неожиданно, заставил ее подпрыгнуть чуть ли не до низко нависающего потолка гаража. Из тени на тускло освещенную площадку выступила тонкая, высокая фигура, закутанная в пуховик. Регине пришлось задрать голову, чтобы взглянуть незнакомке в глаза. Несмотря на каблуки, ее макушка едва доставала девушке до переносицы. — Господи, кто вы? — пробормотала она, разглядывая странную личность. — Что вы тут делаете? — Мне очень нужна ваша помощь. Охранник отказался меня впускать в подъезд. Вот я и решила подловить вас тут. — Подловить. Очень верное слово. Регина намеревалась жестко отослать девицу прочь, но заметила посиневшие губы и красный нос. Холод здесь стоял собачий, едва ли в гараже теплее, чем на улице. — Сколько вы уже ждете? — спросила она девушку. — Часа полтора. — неуверенно ответила та, переминаясь с ноги на ногу. — Ладно. — подавив стон, вздохнула Регина. — Идите за мной. Пока они проходили по вымощенному итальянским кафелям в фойе к лифту, Регина краем глаза заметила, что нежданное гостье с восхищением озирается по сторонам, разглядывая светильники из чешского стекла, диваны с журнальными столиками и картины на выкрашенных в светлые жизнерадостные тона стенах. Правильно ли она делает, что ведет девушку домой? Регина сама себе удивлялась, но замерзшая незнакомка представляла собой такое жалкое зрелище, что она не могла поступить иначе. — Это что еще заявление Христа народу? — такими словами их встретила Савишна, выплывшая в коридор в закатанных до колена джинсах и с тряпкой в руках. Справедливо, если учесть, что Регина крайне редко приглашает гостей, ценя уединение своей крепости. Гостья в ужасе пялилась на Савишну, что вполне объяснимо. Хоть девушка и отличалась высоким ростом, домработница наверняка показалась ей настоящей великаншей. Около двух метров в высоту, благо потолки три с полтиной, с древоподобными руками и ногами, она напоминала горного тролля из древнегерманских сказаний. Тем не менее, в Савишне не было ни грамма лишнего жира. Он равномерно распределился по всей ее громадной фигуре, нигде не создав неприятных складок. Лицо ее, моложавое и приятное, не сразу бросалось в глаза, так как первым делом неподготовленный зритель обращал внимание на габариты. «Нам нужно две чашки чая», — вместо приветствия произнесла Регина, бросая шубу на пуф у двери. «И, наверное, чего-нибудь перекусить?» «Перекусить?» — не веря своим ушам, переспросила Савишна. «В одиннадцать вечера?» Регина кинула на нее строгий взгляд и, Савишна, вытерев мокрые ладони от джинсы, поинтересовалась. «Салат или котлеты?» «Господи, какие котлеты в такое время?» — возмутилась Регина, стягивая сапоги, которые, казалось, приросли к колготкам. «Ладно, ладно», — пробурчала женщина и направилась на кухню. Задержавшись на мгновение, она через плечо еще раз окинула нежданную гостью подозрительным взглядом и скрылась за дверью. «Раздевайтесь», — предложила Регина. «Я ненадолго», — пробормотала девушка. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке. Это хорошо, потому что Регина терпеть не могла наглых людей, принимающих хорошие отношения как должное и пользующихся чужой добротой. Может, дело и впрямь не затянется, и она получит таки свою ванну с пеной только на полчаса позже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова